Послание к Филимону апостола Павла Глава первая Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Абфи, сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у нас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Потому, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Приветствует тебя и по фраз «Узник вместе со мной ради Христа Иисуса». Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа.